Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Надежда Мещерякова. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В Казанском университете отмечают юбилей выдающегося востоковеда Осипа Ковалевского. Ученики лицея имени Лобачевского сняли клип про Казанский федеральный университет. В 2018 году на площадке Казанского университета впервые состоялась международная конференция, посвященная наследию одного из основателей монголоведения Осипу Ковалевскому. Став знаковым научным мероприятием, конференция собрала представителей России, Монголии и Европы. И в этом году в честь юбилея ученого принято решение провести вторые Ковалевские чтения. Смотрим. Монголовед и буддолог. Основатель монголоведной школы России Осип Ковалевский был ректором Императорского Казанского университета. В честь его 220-летия в УЗИ стартовала международная конференция. Вторые Ковалевские чтения. Ковалевский не просто посвятил свою жизнь большой науке и нашему университету. Он стал творцом университетской науки о Востоке и университетского востоковеденного образования. Главной темой конференции стало обсуждение освоения наследия Осипа Ковалевского. Участие приняли зарубежные и российские ученые, одного из которых наградили за работы востоковедения. Медаль Казанского университета имени Христиана Френа вручил ректор Ильшат Гафуров, члену-корреспонденту Российской академии наук, директору Института восточных рукописей РАН Ирине Поповой. Я занимаюсь древним средневековым Китаем, я занимаюсь письменностью, дуньхуановедением. Уважение к письменному слову, к памятнику, оно свойственно народам, которые ценят свою традицию, свою культуру. И чтобы понять их, понять их менталитет, понять их современные действия, современную политику, необходимо, конечно, изучать их традицию, их историю. Ирина Попова отметила, что не только во времена работы Ковалевского, но и сегодня в Казанском университете активно развиваются исследования в области востоковедения. Об этом говорит и конкурс на востоковедческие направления, и огромное количество форумов, конференций, которые на нашей площадке сегодня проходят, и отношения к нам, тех руководителей, центров, которые, в общем-то, являются ведущими не только в нашей стране по данному направлению, но и в целом мире. Коллеги из российских и зарубежных университетов продолжат обсуждение трудов Ковалевского и значимых тем в области востоковедения в онлайн-формате до 2 декабря. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. 1 декабря в IT-парке в рамках 10-го республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей» собрались вместе победители грантовых конкурсов, лучшие участники летней форумной кампании и роуд-тура «Время молодых» 2020 года. Участие приняли президент Татарстана Рустам Мениханов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Врач и преподаватель Института фундаментальной медицины и биологии в Казанском федеральном университете. Ожидаем то, что наш проект позволит увеличить количество пересадок органов республики Татарстан с учетом реальной потребности населения. Я считаю, что благодаря этому органу жизнь можно спасти. Кому-то можно, ну не кому-то, а там же, по-моему, большая... Один человек восьмерых восьмерых может спасти жизнь своими органами. Также в рамках форума прошло награждение сотрудников Казанского университета. Подробнее об этом наш корреспондент. Сегодня здесь, в Этипарке, состоялся финал 10-го республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей», где были награждены сотрудники Казанского университета. На протяжении уже 10 лет этот форум является основной площадкой для молодежи республики Татарстан по реализации своих идей и проектов. То есть это история круглогодичная. Ребята в начале года заявляют о своих проектах, потом проходят систему отбора, принимают участие в летней форумной кампании, получают гранты на реализацию своих проектов. Далее уже на финале подводятся итоги. Награждали сотрудников Казанского университета в разных номинациях. Так, например, специалиста по работе со студентами Лири Мефтаховой присудили награду за конкурс, который проходил еще летом. По словам девушки, занять первое место в конкурсе мастерства в сфере молодежной политики ей помог хорошо сплоченный коллектив. Каждый год сотрудник Казанского университета принимает в данном конкурсе участие. И как второй год мы держим уже планку, становимся победителями. Такая победа, мне кажется, благодаря нашей сплоченной команде, что когда готовимся, и когда в том году готовились, и в этом году готовились, уже мы готовились, не один человек готовился, а готовился вся команда. На награждении финалисты и победители форума встретились с министром по делам молодежи Дамиром Фатаховым. Участники получили благодарственные письма, а также имели возможность обсудить с министром свои проекты и внести предложение по изменениям форумной кампании в республике Татарстан. Нас руководство всегда поддерживает. И это действительно очень важно, иметь вот такую поддержку административную. И когда ты выходишь уже на уровень республики, очень важно, чтобы нас профильное министерство также поддерживало. Потому что одно дело реализовать проект на уровне университета, и совершенно другой уровень выйти за пределы, провести, например, городской, республиканский или какой-то окружной проект. Многие из проектов воплощены в жизнь и уже реализуются на площадках Татарстана. Лев Диденко, Леонардо Литьяров, Универ, Ньюс. Первый декабря – не только первый день зимы, но и время добрых традиций в университете. Каждый год в этот день почитается память о великом ученом Николае Лобачевском. В этом году отмечается его 228-летие со дня рождения. С участием ректора Ильшата Гафурова, лицеисты, студенты и преподаватели университета возложили цветы к памятнику великому математику. Я всегда верю в то, что среди наших студентов, среди наших будущих абитуриентов, среди тех, кто уже закончил и тех, кто работает, есть люди, которые способны превзойти научные результаты Лобачевского и, может быть, оставить такой же прекрасный след в истории Казанского университета. Также в честь дня рождения Николая Лобачевского в Казанском университете прошла ежегодная Олимпиада по математике. Как отмечают организаторы, победители в этом году получат не только сертификаты и дипломы, но и уникальный памятный приз – сборник задач Казанских математических олимпиад за 20 лет в числе изменений и введения онлайн-формата. В этом году все-таки из-за того, что онлайн-формат, больше регионов может участвовать, особенно, которые далеко находятся. Но так ежегодно в среднем, наверное, порядка 20-25 регионов. Татарстанские единороссы сдали плазму крови для пациентов, болеющих коронавирусом. Акция приурочена ко дню рождения партии. В числе добровольцев – декан юридического факультета Казанского университета Лилия Бакулина, также являющаяся руководителем фракции «Единой России». А теперь к другим новостям. Как ученики лицея имени Лобачевского проявили креатив и свою любовь к Казанскому университету? Узнаете в нашем следующем сюжете. Это фрагмент клипа КФУ МОД, созданного учениками из лицея имени Лобачевского в рамках конкурса «Мой уникальный федеральный». Как рассказали школьники, они посмотрели работы предыдущих лет и решили создать что-то свое. Мы пришли на совет лицеистов. Никита Владимирович высказал идею о том, что надо поучаствовать в конкурсе КФУ. И мы непосредственно с Ильясом. У Ильяса есть опыт написания песен. Он предложил, и мы решили записать песню. То есть предварительно там нам показывали всякие работы, например, работа 56. В 2017 году вроде была выполнена работа. И мы решили повторить это, но более современно. То есть адаптировать это под молодежь. И КФУ считали не просто заведением, чтобы учиться, а считали это коллективом и чем, как семья. В общем. Никита Тележников, учитель физики лицея имени Лобачевского, совместно с администрацией лицея помогали ребятам в создании клипа. И по его словам, работа была непростой. На съемки было потрачено три дня и несколько бессонных ночей монтажа. Но результат того стоил. Ребята выразили любовь свою к КФУ, к лицею. По реакции, по трем тысячам просмотров, по пятиста лайкам. Это понятно, что их любовь разделяют как в лицее, так и в нести на лицее. Кристина Надершина, Ленардо Влитяров, Универ Ньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok